Это территория КАН на телеканале КРТВ. Меня зовут Анастасия Евставхева. Здравствуйте. 14 800 детей. Такова армия детсадовцев Красногорска. Из них 660 – это новички в наступившем учебном году. Сказать, что это много ничего не сказать, просто приведу другую цифру. Среднестатистический садик в городском округе строится в расчете на 250 мест. В сфере дошкольного образования работают больше 800 воспитателей. Мы сегодня поговорим с одним из лучших. Я приветствую в нашей студии обладателя муниципальной премии признания, сотрудника детского сада номер 49 Светлану Груздеву. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы говорим о том, что у нас растет армия детсадовцев. Ощутил ли на себе этот прирост детский сад номер 49, в котором вы работаете старшим воспитателем? Да, конечно, ощутил. У нас два корпуса, поэтому детей у нас много. Все довольны и счастливы. Мы их всех очень любим. Итак, в городском округе 52 детских сада муниципальных. Я сказала, что 800 воспитателей. И вы были признаны одним из лучших по итогам премии признания. Как все происходило? Был ли какой-то конкурс? Да, это конкурс. И как в любом конкурсе, мне нужно было подготовиться, определенные документы сдать. Ну, конечно, не думала, не ждала, не гадала, не мечтала. Видите, как все произошло. Я очень довольна, что городской округ Красногорск признал меня с такой премией наградил. Как происходил конкурс? Что вы должны были показать? Я ничего не показывала. Я показывала все в документации. Но вообще, я так понимаю, что этот конкурс, мы же работаем, нас видят. И поэтому, наверное, так вот выпала моя кандидатура. Меня выдвинул коллектив. Поэтому вот так все произошло. То есть это была какая-то заявка, да? Смотрели ваш стаж работы, вашу деятельность? Я предоставляла целую папку документов. Там и мои работы, и заслуги. В общем, все-все-все, что я за свои годы работала. То есть для победы в этом конкурсе нужно было просто хорошо работать, да? В течение многих лет? Я думаю, для любого конкурса нужно, главное, хорошо работать. Есть разные форматы. Вот, допустим, сейчас завершается один из областных конкурсов «Воспитатель» Подмосковья. Это творческий конкурс. Там нужно показывать творческую составляющую. Вы подавали на подобные конкурсы заявки участия? Да, я участвовала в «Воспитателе года» городского округа Красногорск. Мне кажется, это был 2014 год. Да, я участвовала и заняла третье место. Поэтому все это мне знакомо, все это очень волнительно, ответственно, но интересно. Поэтому всегда рекомендую педагогам участвовать. Это повышает и уровень. Очень интересный конкурс. А хватает ли времени на подготовку к таким вещам? Опять же, нужно же себя показать и в грязи не ударить лицо. Мне кажется, мы педагоги такой народ, что нам всегда на все хватит времени. Потому что мы активные и ответственные. Поэтому можем, не можем, но мы все равно подготовимся. И не покажем виду, что нам было некогда, и мы не успели. Поэтому вот так. Почему я спрашиваю про возможности и про время? Потому что по данным Управления образования Красногорска, в среднем на одного воспитателя приходится 14 мальчишек и девчонок в детском саду. Это много или мало? Как вы считаете? Это мало. Это мало, да? Конечно. Мы работаем намного больше у нас детей. Вот как в вашем детском саду, в вашей группе организована работа? Сколько у вас детей? Именно в моей группе я работаю сейчас еще дополнительно. Кроме старшего воспитателя я еще работаю на группе. Поэтому у меня сейчас 26 детей. Это подготовительная группа, это взрослые детишки. Очень активные, веселые. Все замечательно у нас. Как организован день? Что входит в обязанности воспитателя сегодня? Все, как и раньше. Ничего не поменялось. Начиная с утра, с семи до семи вечера. Это все режимные моменты, это вся образовательная деятельность. Все это на воспитателе. Прогулки, игры, свободная деятельность для детей, для их творчества. Сейчас все для детей, как и всегда. И какое творчество есть в распорядке дня? Они занимаются и свободной деятельностью, когда хотят рисуют, когда хотят лепят, когда хотят конструируют. Все зависит от желания детей. Мы просто помогаем, мы направляем. А так у нас все сделано для того, чтобы ребенку было комфортно, уютно и весело в наших стенах. Что больше всего любят сейчас дети? У вас возраст 3-4 года, да? У меня возраст 5-6. 5-6 лет, да? 5-6 лет. Вот что дети в 5-6 лет предпочитают? Ну, они уже такие, у нас больше экспериментирование, конструирование. Ну, и, конечно же, традиционное рисование, лепка, они всегда, там, их привлекает. Ну, тут уже детки, они любят, чтобы им читали, и сами кто-то уже начинает читать. Энциклопедии, что-то уже научные какие-то статьи, проектов очень много делом. Поэтому... Что за проекты? Проектная деятельность сейчас вообще везде, надо сказать. Да, это сейчас мы идем в ногу со временем. Вот дети с удовольствием принимают участие. И не только дети, родители вместе создаются проекты. И вообще у нас даже родители показывают какие-то свои проекты, вместе с детьми приходят в детский сад. Мы практикуем и такую форму работы. И родители показывают и занятия для детей, и знакомят со своей работой, со своей профессией. И поэтому все у нас очень активно. Сейчас, когда уже все вернулись к привычному режиму жизни из-за пандемии, можно вернуться немножко назад? Как 49-й садик справился с ситуацией? Было ли дистанционное образование в вашем учреждении? И какие вы нашли методы работы? Или у вас все работало в полном режиме? Или были дежурные группы? Нет, мы тоже были изолированы, но продолжали активно работать. У нас все педагоги, все специалисты разрабатывали занятия для деток. Мы в форме онлайн отправляли и родителям какие-то задания, какие-то презентации, проекты. Родители с детьми это все делали. Если не нуждались в помощи, мы им помогали. Потом присылали нам свои уже готовые работы, творческие, и аппликации, и рисование, рисунки. В общем, все было очень активно. И инструктора по физкультуре, и музыканты. Все давали задания, и детки все выполняли. Практически мы не потеряли ничего. Вся образовательная деятельность, она не стояла на месте. Но все это делали. Если посмотреть на распорядок дня, то в детском саду это с самого раннего утра до часов пяти вечера, допустим. В пандемию вы также смогли занять детей на целый день? Или это были полчаса и часовые занятия? Мы давали немного заданий, но как и в обычные дни. Дети не только занимаются в течение дня. Они много времени проводят свободную деятельность. Играют, гуляют. Поэтому сама образовательная деятельность, она занимает не так много времени. Так же было и в период пандемии. Мы давали задания небольшие, но это же, опять же, все было по желанию родителей, по желанию детей. Мы просто рекомендовали. А они уже, если хотели, то они это делали. Но, как практика показала, все с удовольствием, и родители были очень благодарны, что мы занимали детей. Какие минусы есть у такого способа общения и образования? Ну, нету просто личного общения. Так, минусов. Ну, я не сказала бы, что это минусы. Ну, конечно, когда мы, наши стены полны детьми, когда слышен смех, радость, шум, конечно, сад сживет. А когда он пустой, ну, что-то не то. Нехватка, конечно, детей. Надо отметить, что гаджеты вообще сейчас в камень преткновения в образовании детей любого возраста. И сегодня стоит большой вопрос, допускать ли детей до телефонов, до компьютеров, до планшетов, в каком возрасте допускать. Как вы считаете, и при условии, что это действительно выход при дистанционном образовании, да, мы без гаджетов никуда сейчас. Как вы считаете, где тут золотая середина и во сколько ребенку можно позволять? Ну, это решать каждому. Тут мы никак не можем указать, во сколько родители захотят дать ребенку гаджет. Все должно быть в меру. Мы не можем, конечно, это запрещать, потому что, ну, как, в таком мере сейчас это необходимо. Но все должно быть в меру. Дети приносят в детский сад телефоны или какие-то компьютерные... Ну, мы стараемся, нет, нет, нет. Они оставляют это дома. В сад никто не приносит. И я думаю, что достаточно им времени, когда они приходят из детского сада, чтобы... Как родители. Ребенок пришел из детского сада, надо же его чем-то занять. Ну, на тебе, сынок, гаджет. Но не все родители. Сейчас родители тоже очень творческие и тоже активные. Они за развитие своих детей. Поэтому много занимаются, много гуляют, много играют. Мы постоянно ведем и консультации для родителей, и рекомендации даем. Мы за здоровых детей. Ну, и очень важно соблюсти вот этот баланс. Какие минусы у воспитания вот через гаджеты, да? Опять же, есть даже такой термин, дети Маугли, которые воспитаны гаджетами. То есть, действительно, у родителей занятость, у родителей работа, ужин, там, дела. А ребенок сидит и чем-то занят, уже, считай, выход. Это, конечно, неправильно, может быть. Но, с другой стороны, выход. Да, это выход, но не совсем он, на самом деле, правильный выход. Минусы, конечно, есть. Это и здоровье детей, это и зрение, и осанка, и психическое. Много факторов негативных. Но, опять же, говорю, что если все соблюдается в меру, то не наносится детской психике и здоровью ущерба. Поэтому, если родители будут соблюдать алиментарные правила использование всех гаджетов, то все будет хорошо за дней. Ну, такая своеобразная гигиена, да, использование. Сколько можно в день? Вот, что вы рекомендуете родителям? Или вообще какие-то дни воздержаться от использования гаджета? Ну, конечно, не надо каждый день воспользоваться гаджетом. Ну, я не знаю, ну, это сложно сейчас так, если ребенка уже наказывают. Если ты там плохо будешь себя вести, мы не дадим тебе планшет. Не должно быть это наказанием. Это не педагогично? Это не педагогично. Я считаю, лучше поощрить за что-то там. Ну, и я думаю, что в день, ну, максимум, там, 10-15 минут ребенок может поиграть. Это максимум. Ну, это чисто мое мнение. Хорошо. Вот эта система поощрения и наказания. В детском саду воспитатель может ребенка за что-то пожурить? Или, наоборот, за что-то поощрить? Какие у вас методы есть, инструменты, присловия, что вы воспитатель? Ну, конечно же, мы не можем наказывать детей. Мы можем им рассказывать, как нужно себя вести правильно. Да, и добиваться детей, чтобы они правильно себя вели. А поощрять? Мы всегда поощряем. Конечно. Каким образом? Хвалим. Приводим в примеры другим детям. Ну, как-то так. Ребенку в 4-5 лет можно объяснить, что что-то хорошо, что-то плохо? И каким методом это можно сделать? Конечно. Все в форме игры. Вот, как ни странно, но через игру мы воспитываем детей. Поэтому все это легко и просто. Просто нужно выбрать определенную игру, которая научит, да даже какая-то сказка, какое-то произведение. Мы из всего выносим положительные и отрицательные моменты. Поэтому больше с детьми общаться, разговаривать, читать, играть. И я не думаю, что будут какие-то проблемы с детьми. Поставить в угол вы можете ребенка? Нет, конечно. И сейчас такое не практикуется в педагогической деятельности? Я не могу сказать за всех, но я знаю, что в нашем детском саду это не практикуется. Поняла вас. Мы сейчас видим на нашем экране один из будней в детском саду. И опять же, это формат игры, ребятам объясняют какие-то правила, они участвуют. Это каждый день такое происходит? Это очень часто. Это вот такая у нас, мы очень любим форму работу квест. Когда детки ходят по определенным пунктам, где там им либо преподают правила дорожного движения, либо какие-то творческие мастерские, либо спортивные игры, персонажи определенные. Ну, детки что-то познают. На каждом пункте они выносят что-то нужное, важное и полезное. И это очень интересно. На этом празднике присутствовали такие классические персонажи из российских мультфильмов, из отечественных сказок. Вот, допустим, Незнайка, Карлсон. Бывают какие-то персонажи из зарубежных мультфильмов, о которых дети говорят, о которых дети просят? Ну, конечно. Идете на поводу? Мы просто обязаны знать все мультики, которые любят дети. Потому что, вы знаете, встреча с ребенком – это как всегда экзамен. И ты не должна, как ученик любой, просто, ну, не знаю, опозориться перед ребенком. Ты должна быть всегда с ним в одну ногу, идти и знать все мультики, всех персонажей. Поэтому мы это все очень изучаем. Ваш любимый современный мультик? Современный мультик, любимый. Ну, они все такие интересные, прикольные, что даже, ну, гунтики там, не знаю, фиксики. И Маша и Медведь тоже своеобразный мультик, вот где как раз вот мы на примере Маши можем показать, что можно, что нельзя и как себя нужно вести. Ну, все мультики что-то в себе несут. Но, опять же, мы их используем очень редко и очень мало, чисто для какой-то вот педагогической вот направленности. Но мультпоказы случаются в вашем детсаду? Редко, но случаются, конечно. И вообще мы вот, сейчас сад у нас очень оборудованный. Есть проектные доски и все, проекторы. Если бы мы какое-то произведение прошли, почему бы его не посмотреть, чтобы ребенок уже своими глазами не только услышал, но и увидел всех этих персонажей. Я считаю, что это только на пользу. В детсадовском возрасте, как правило, фундаментальные вещи закладываются. Ребенок учится говорить, думать, все там происходит. Чувствуйте ответственность, да. И есть ли какие-то обязательные вещи, которым вот в детском саду нужно научить? Или, опять же, не обязательно ребенок после детского сада должен уметь читать и писать? Нет, конечно. Это просто стереотип. Нет, ребенок не должен уметь читать и писать. Мы должны подвести ребенка, чтобы он легче этому всему научился. Поэтому я считаю, что это совершенно не важно. С какими навыками вы работаете? На что ставите акцент? Чтобы ребенок умел общаться? Мы, ну, как и все, главная наша задача педагогов детского сада – это жизнь и здоровье детей. Вот на здоровье – это мы с самым делом большой упор. Поэтому… А все остальное, да, там много чего мы учим детей. Конечно же, каждый день у нас не проходит зря. Мы постоянно чему-то детей учим. Общению? Обязательно. Еще какие инструменты? Может быть, ребенок должен уметь сам за собой ухаживать? Культурно-гигиенические навыки, да, конечно же. Все, ну, все, все, что связано с жизнью, с коммуникацией, все, все мы учим. Но это не только мы, это и родители. Мы просто помогаем родителям, чтобы дети это все вовремя освоили. К какому возрасту вот ребенок уже должен, ну, там, сам зубы чистить или уметь сходить в туалет, да, и помыть руки? Вы знаете, сейчас очень ранние дети. И даже порой в ясельной группе, в маленьком, первой и младшей, ребенок уже сам прекрасно ходит в туалет. Вот, вот, моет ручки. Поэтому остальные смотрим, все, все просто мы помогаем, поддерживаем, направляем. Все через игру, через потешки, через песенки. Ребенок должен видеть глаза, тияющие своего педагога. Это голос, это эмоции. Вот так и познается все. Вы сказали, что большой акцент ставится на здоровье. Какие-то есть элементы, специальные программы? Как все происходит? У нас занятия по физической культуре, плавание в детском саду. Все по плану. Дети занимаются, все возрастные группы. Есть дополнительные занятия. И в нашем детском саду дополнительные есть услуги. Это и айкидо секции, и плавание, и платное, и бесплатное. Поэтому очень много. На прогулке постоянно педагоги играют с детьми, наблюдают. Все очень активно. Жизнь в детском саду, поверьте, очень активная и веселая. Известно, что по статистике в Красногорске 8% работников образования мужчины. Это достаточно маленький процент. Ну, тут специфика такая, так повелось. А в детских садах вообще встречаются среди сотрудников мужчины? Да, конечно, встречаются. Но в наших детских садах нет мужчин. А у нас инструктора все женщины. Ну, есть инструктора по физической культуре, по плаванию мужчины. Я, конечно, не встречала воспитателей, но слышала, что есть и воспитатели. Скажите, почему так сложилось? Вот такая вот интересная тенденция. Почему так получилось, что воспитанием детей занимаются в основном представительницы прекрасного пола? Ну, женщина, она от своей природы, мать. Это забота, это ласка, это внимание. Мне кажется, мужчине все это не повторить, что делает женщина. Какова роль тогда отца в воспитании ребенка? И опять же, вот вы как воспитатель смотрите, отмечаете, что отцы стали более активными в воспитании детей. Чаще там приходят забирать ребенка или участвуют в жизни. Да, родители сейчас активные. Они очень принимают участие в жизни детей. Вообще, пример родителей – это основной момент для воспитания своего ребенка. Не зря же есть поговорка «ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Поэтому и мама, и папа должны нести положительный пример своим детям, чтобы потом не удивляться, что выросло. Поэтому папы активные, и занимаются, и гуляют, и интересуются людьми. Все как и мамы. Бывает так, что папа активнее, чем мамы? Бывает. Часто ли? И очень часто сейчас стало таким. А в связи с чем? Может быть, с занятостью мам. Сейчас мамы тоже у нас очень активные, и работают, и поэтому, может быть, это связано. Но это чисто мое мнение. Но есть такие папы. А мне кажется, они и были такие всегда. Разные же папы. Бывают активные, бывают не очень активные. Мы начали с вами с роли женщины в образовании, в дошкольном образовании. Вы сказали, что тут не заменить мужчине никак. И тем не менее, вот сейчас какова роль отца в воспитании? Опять же, вы говорите, что есть активные. Велика ли? Конечно. Воспитание отца, оно должно быть в семье однозначно. Есть ли минусы без отцовщины? Или мать может заменить обоих родителей? Вы знаете, тут нету никаких заменов, понимаете? Должна быть мама, должен быть папа. Но всякие ситуации бывают. С этими ситуациями мы тоже помогаем как-то справиться. Поэтому я не думаю, что что-то может чего-то заменить. Сейчас по статистике, семьи полные или не полные? Больше, меньше кого? Нет, семьи в основном полные, многодетные. У нас в нашем районе Павшинской пойме очень много многодетных семей. Поэтому все очень хорошо. Все ли радужно в многодетных семьях? У меня такой вопрос, потому что действительно это тенденция. Люди не боятся рожать детей. Это здорово, здорово, когда семья большая. Но опять же, не бывает ли такое, что у какого-то ребенка дефицит внимания? У какого-то ребенка наоборот больше внимания. Вы знаете, бывает такое, конечно же, когда много детей, не на всех хватает времени и внимания. Но мы таких деток видим, потому что они по-другому себя ведут. Они ищут ласку, они ищут внимания. И мы, конечно же, это стараемся им дать. Пополнить то, что не хватает им в семье. Рекомендуем родителям, если мы видим какую-то проблему, мы, конечно же, беседуем с мамами, с папами, что нужно больше уделять ребенку внимания. Но нету ситуаций безвыходных. Из всех ситуаций можно выйти. Как родители относятся к рекомендациям воспитателя? Как воспитывать ребенка? Все по-разному. Всем по-разному. Кто-то очень положительно и сразу принимает вооружение. А кто-то с насторожкой. Поэтому все родители разные. Но в основном сейчас, конечно, родители стали прислушиваться к нам. Что-то произошло. Нас стали более уважать и ценить. Был какой-то период, когда на самом деле нас как воспитателей, педагогов, родители стали ставить на ран как обслуживающий персонала. Но этот стереотип уже сейчас проходит. Не знаю. Я думаю, что мы сами добиваемся этого авторитета. Показывая своей работой. Безусловно. Своим отношением к детям. Я думаю, что это помогает нам. Скажите, как дети воспринимают воспитателя? Это очень интересный момент. Потому что когда к учителю приходят дети, они воспринимают учителя как вторую маму. Воспитатель – это тоже своего рода вторая мама? Или все зависит от ребенка? Нет. Ну, конечно, все зависит от ребенка. Но каждый ребенок, я не знаю, я не могу о всех говорить. Я говорю чисто всегда о себе и на своем опыте. Ну, как может вот эти распахнутые глаза, которые ждут постоянно миллион ответов на разные вопросы, и они тебя ждут? Ну, не знаю, как-то вот. Ну, вы друг или вы… Я друг, я помощник, я наставник. Порой я стою с ними на один уровень, чтобы они почувствовали, что они даже выше меня могут быть. Да? Да. А как? Это интересно. А какие вопросы задают? Бывают вопросы? Ну, разные. Вопросы очень разные. И порой бывает просто тебя застают врасплох, и ты не знаешь даже, как на них ответить. Но очень аккуратно выкручиваешься. Потому что ты должна выйти из всех ситуаций очень достойно. Потому что ты авторитет, ты пример ребенку. Какие вопросы? Можно вот пример? Прям сейчас я вам… Да любые. Любые. Чем мальчики отличаются от девочек? Спрашивают такое? Конечно. И как вы выходите из этой щепетильной ситуации? Мальчики сильные, мужественные, девочки красивые, нежные, ласковые. Ну, как-то очень аккуратно на все вопросы такие нужно отвечать. Вы не представляете, сколько их за день бывает. Начиная от ветра, заканчивая, там, не знаю. Ну, всем-всем-всем. Все, что нас окружает, тут же создает вопрос. Почему небо голубое? Вот, казалось бы, банальный вопрос. Как на него ответить? Почему небо голубое? Ну, потому что, наверное, то, что это такая глубина, высота, не знаю. А можно ли сказать ребенка «не знаю»? Нельзя. Я вам про то и говорю, что нельзя ребенку сказать «не знаю». Ты должна сказать все равно. Хоть что-то, но сказать. Я знаю, что вы организатор, один из организаторов, соорганизаторов семинаров различных, в том числе регионального уровня. Какие темы поднимаются на таких мероприятиях? Это семинары для педагогов, для ваших коллег? Да, наш детский сад проводит региональные семинары. Вот уже четвертый год мы будем проводить такого уровня мероприятия. Темы были разные. Вот, например, одна из тем – поддержка детской индивидуальности через формирование культурно-межнационального общения. Вот, мы уже с вами разговаривали на эту тему. Это дети-белинговые, это межнациональное общение. Это очень такая интересная тема, и для нас она была очень актуальна. Но сейчас как-то меньше становится деток, и сейчас более индивидуальный подход к этой теме, более индивидуальный к каждому ребенку. Давайте поясним, дети-белинговые – дети, которые говорят на двух языках? Да. Или дети, которые не говорят на русском языке, но живут в Красногорске, допустим? Есть и те, и другие. Много их? Ну, я не скажу вам, сколько там прям по количеству. Но в каждой группе по два-три ребенка это есть обязательно. Да. Поэтому и воспитатели, все мы к этому уже готовы. Мы проводим наши внутренние консультации, какие-то семинары, мастер-классы внутри садика. Мы учим работать с такими детьми, педагогов. У нас очень наставничество развито в нашем детском саду. Поэтому эта тема нам интересна, и мы по ней работаем. Какие иностранные языки приходится, может быть, изучать параллельно? Дети на каких языках говорят? Английский, да. Вот китайский, узбекский, таджикский, армянский. Ну, много языков. Что делать, если ребенок не понимает русский язык? Ну, что делать? Вот потихонечку-потихонечку мы выходим из этого положения. Мы начинаем какие-то слова изучать, чтобы ему было комфортно. И детям нравится, когда мы можем поприветствовать его на родном языке. Но дети очень быстро учат наш язык. Даже я уже говорила по своему примеру. У меня китаец пришел, совершенно не знал языка. Сейчас он прекрасно со мной общается. И он уже прекрасно переводит. Если я должна что-то папе сказать, хотя папа вообще не знает русского языка, ни слова. Он уже говорит папе на китайском, папа ему на китайском, он переводит уже мне. Поэтому мы уже вот так общаемся. Почему складывается такая ситуация, что дети, не говорящие на русском языке или плохо говорящие, оказываются в Красногорске? О каких-то тенденциях приходится говорить? Нет, я не знаю, почему так происходит. Семейная ситуация. Почему такая складывается? Если целые направления работы есть специально для детей и билингвов, значит, это действительно тенденция? Ну, их много, да. У нас в нашем районе, как я уже говорила, таких много семей. И они сами нуждаются в помощи. Они к нам обращаются, и мы им помогаем. Мы их раскрываем, мы как-то им облегчаем пребывание именно в нашей стране. Они вынуждены здесь оказаться, или они приезжают сюда сознательно? Ну, кто-то осознательно, кто-то вынужден. Разные ситуации бывают жизненные. Сознательно для каких целей приезжают? Работа, я так думаю, родителей. Привлекает? Да. Хорошо. А те, кто вынуждены здесь, это беженцы или кто? Ну, я думаю, что да. Я почему спрашиваю? Мне просто интересно, где вот эта граница, да, которую вы можете переступить? Быть членом семьи, узнать себе там тонкости или держать дистанцию? Нет, мы все, конечно, мы держим во всем дистанцию. Мы идем на контакт, если люди сами хотят пойти с нами на контакт. Поэтому все очень аккуратно. Бывают разные жизненные ситуации, если вы видите, что ребенок в беде. Я не знаю, насколько это часто случается, допустим, в Красногорске, да, но бывает такое. И жестокое обращение по-прежнему в 21 веке, жестокое обращение с детьми бывает. Как вы должны себя повести в такой ситуации? Ну, конечно же, мы это должны очень внимательно смотреть, контролировать. Но, слава богу, у нас такого случая еще не было. Но это наблюдательность воспитателя. Воспитатель всегда должен видеть ребенка, знать его настроение, его характер. Постоянно мы наблюдаем за детьми. Мы знаем уже хорошо детей, поэтому мы уже видим, когда ребенку хорошо, когда ребенку не очень комфортно. Значит, есть какая-то причина на это. А как-то он будет себя вести по-другому? Ну, наверное, будет грустеть, будет переживать, будет как-то, как сказать, как забиваться в угол, не раскрываться, не играть, быть более таким пассивным. Ребенка сразу поймешь, что какая-то есть проблема. Согласно характеристике, вашей характеристике, 98% опрошенных родителей оказались довольны эффективностью вашей работы. Что за эффективность, в чем она выражается, да? И как часто вы вообще напрямую работаете с родителями? Каждый день мы работаем с родителями. Но не просто «здравствуйте, до свидания». Не просто. Ребенок приходит, и ты уже начинаешь общение с родителями, как ребенок провел вечер, чем занимались, что-то, может, беспокоило, или какие-то есть пожелания. И это также и утро начинается с этого. Как дошли до детского сада, как, что по дороге. Вообще, главное – это открытость, чтобы родитель не видел вот этой стены перед собой, что он мог пообщаться, спросить о всем, что угодно, касаемо ребенка, чтобы он был спокоен и уверен, что его дитя на надежных руках. Сегодня есть определенная мода не вторгаться в личное пространство ребенка в плане того, как он одевается, какой длины у него волосы. Бывают мальчики, похожими на девочек. Чисто визуально. Не потому, что у них там как-то физиологически они так сложены, а просто потому, что они одеваются, как девочки. Видите ли вы в этом какую-то проблему? Или вы не станете никогда мешать самовыражению? Конечно. Я в этом проблему не вижу. Это желание родителей. Мы не имеем права соваться в это, что какой там длиной ребенка должны быть волосы. Но то, что они должны быть чистые, ухоженные, причесанные – это обязательно. И мы это тоже рекомендуем. Поэтому аккуратненько родителям говорим. А так, чтобы, извините, сказать, сходите, подстригите своего мальчика – нет. Такого нет. Понятно. Здорово. Есть такое выражение, приведу цитату. Робин Дранат Тагор – это поэт. «Не ограничивайте ребенка своими собственными знаниями, ведь он родился в другое время». Правда ли, что дети, которые сейчас растут, это дети, рожденные в другое время? И чем они отличаются от других поколений? Ну, я не сказала бы, чтобы сильно как-то дети отличаются. Но, конечно, они сейчас более… Раньше же не было этих компьютеров, гаджетов. Но было больше, не знаю, такое вот общение личного, личного общения с детьми. Больше дети как-то находились, наверное, на прогулке, больше они общались друг с другом. Вот сейчас немножко это, мне кажется, уходит, общение детей. А так дети – нет. Они такие же, как и раньше, веселые, активные, любопытные. Я бы не сказала, что что-то сильно поменялось. Да, поменялась жизнь, поменялось окружение. А дети – нет. Вы без малого 30 лет работаете на почетной должности воспитателя. Скажите, сама система образования поменялась? Конечно. Что поменялось? Система образования очень часто меняется. И мы меняемся вместе с ней. Мы всегда стараемся идти в ногу с нашей системой образования. Конечно, бывает тяжело, но мы перестраиваемся. Поэтому я не вижу трудностей в этом. Что поменялось? Была советская система, да? Сейчас она трансформировалась. Если в системе образования школьного, говорит, появились ЕГЭ. Что поменялось в системе дошкольного образования? Воспитании, наверное, даже правильно говорить, да? Нет, ну, воспитание... Я традиционных методик воспитания, поэтому я все равно несу свою традицию. Но, конечно, поменялось. Поменялось многое. Появились новые формы работы с детьми, проекты. Но, мне кажется, даже стало еще интереснее работать с детьми. Какие формы имеете в виду новые? Ну, проектного деятельности такого раньше не было. Вот какие-то различные мастер-классы, квесты. Потом работа с родителями сейчас очень активно ведется. Это и посещение семей мы ходим. Но это было и раньше такое. Различные фестивали, где родители принимают активное участие, как сами артисты, совместно со своими детьми. И много форм работы интересных появилось. Продолжаются исследования сейчас и психологии детской. Какие-то берете новшества, изучаете специальную литературу? Поменялась ли система? Раньше там было по Иванову, сейчас по Сидорову или как? Конечно. Нет. Мы постоянно повышаем свою квалификацию, постоянно учимся, постоянно что-то читаем, изучаем, отправляем своих педагогов на различные курсы повышения квалификации. Мы не сидим на месте. Все, что появляется новое, мы стараемся хотя бы изучить и попробовать. А там уже смотрим, понравится нам или нет. Я знаю, что вы работали с детьми-инвалидами в качестве воспитателя. В чем там сложность, кроме понятной всем, что дети действительно могут быть с разными отклонениями? Вообще я начала свою трудовую деятельность, и как сами можете себе представить, после училища первый день, и ты с такими детьми. Это, конечно, было тяжело. Справишься ли ты, поймут ли тебя дети, понравишься ли ты. Много было вопросов на тот момент. Да, дети были очень сложные, но, вы знаете, с любым ребенком ты педагог, ты должна найти подход к нему. И поэтому я не скажу, что нет у педагога выхода из какой-то ситуации. Мы всегда найдем выход, всегда подстроимся под ребенка, всегда поймем его, поможем, направим. Поэтому было трудно, но как-то вот мне не осталось в памяти, что я как-то с чем-то не справилась. Все хорошо. Сегодня в детском саду 49 есть дети с инклюзией? Да, да, есть, но не так много, но тоже все, справляемся. Завершая нашу сегодняшнюю беседу, я бы хотела задать вам вот такой вопрос. Сложно ли быть воспитателем сегодня? И сложно ли быть воспитателем спустя вот столько лет на этой должности? Нет. Воспитатель вообще человек такой, который в этом мире не просто так, я считаю. Быть воспитателем – это значит быть нужной, важной и просто необходимой для ребенка. Здесь нет простых людей, здесь это призвание. Либо ты есть, и ты работаешь с детьми в полную меру, с полным сердцем, с душой, либо ты не должен находиться на этом месте. Поэтому я горжусь, что я воспитатель. Здорово. Спасибо, что пришли. Я напомню, это была Светлана Груздева, старший воспитатель детского сада номер 49. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!